Дай почитать. С 2005 года она начала вести блог в живом журнале, где описывала день за днем истории смертельно больных людей, последние дни и часы, проводящих в основанном ею хосписе в Киеве. Первая часть книги – это дневники доктора Лизы. Вторая – ее интервью. Вместо предисловия – очерк Ксении Соколовой, хорошо знавшей Елизавету Гленку, дар Лизы, и завершает книгу после слов «Небольшая, но щемящая эпитафия мужа Глеба Гленки». Итак, сначала факты. В 2001 году доктор Лиза основала первый на Украине хоспис и выездную патронажную службу при городской онкологической больнице. В 2007 году в Москве она создает международную общественную организацию «Справедливая помощь». Курировала работу по организации хосписов в Сербии и Армении. После начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году занималась оказанием гуманитарной медицинской помощи населению Донецкой и Луганской республик. Организовывала эвакуацию больных и раненых детей для лечения в России. За свою благотворительную деятельность отмечу на Государственной премии Российской Федерации Орденом Дружбы, Орденом Андрея Первозванного и другими наградами. Погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года, сопровождая партию лекарств и оборудования для университетского госпиталя в Сирии. При жизни некоторые называли ее святой, а когда на похоронах выносили ее гроб, люди по пути следования крестились и падали на колени. Доктора Лизу любили за невероятное милосердие, сострадание, безграничное терпение, доброту. Но после 2014 года появились статейки, в которых доктора Лизу обвиняли в воровстве детей с Украины, продажа их на органы и в других злодеяниях. Доктор Лиза продолжала заниматься спасением детей из мест боевых действий и мечтала об одном – чтобы война прекратилась. Повторю, каждый, кто хотя бы 50-100 страниц этой книги прочтет, никогда не станет прежним. Просто, без художественных поисков, но очень интересно описаны даже не судьбы, а случаи из жизни умирающих больных. Вот, например, о Юрия Васильеве. Полуторагодовалый малыш из дома ребенка, которого привезла из Минска в хоспис. На игрушки, которыми мы его буквально засыпали, не реагировал. Ему хотелось, чтобы его просто подержали на руках. Ушел тихо, поел, заснул и не проснулся. Просто перестал дышать маленький, как будто никому не хотел мешать. Ощущение, что держала на руках ангела. Есть книги и ответы доктора Лизы на вопросы. Три плюса моего характера – жалость, терпение, упрямство. Три минуса моего характера – жалость, терпение, упрямство. Три вещи, которые я делаю чаще всего – работаю, люблю, люблю. Дорогие слушатели, книга доктора Лизы Глинки «Я всегда на стороне слабого» оселит духа, доброте сердца и невероятной любви к людям. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!